Здравствуйте! Это передача «Культурная среда». Сегодня о планах Магаданского музыкального и драматического театра мы поговорим с руководителем литературно-драматургической частью театра Игорем Дедашевым. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Анастасия. Игорь, в этом году Владимир Путин, наш президент, объявил 2019 год годом театра. Я знаю, что от Магадана несколько человек поедет на открытие торжественное года театра. Кто эти люди и куда они поедут? Что их ждет? Ну, это не совсем открытие года театра, потому что всероссийское открытие года театра состоялось еще в декабре. И, как вы помните, в нашем малом зале, вот на сцене, в которой мы сейчас с вами находимся, прошел оперный марафон 13 декабря. А сейчас открывается в Владивостоке всероссийская вот такая акция гастрольных туров по Дальнему Востоку. От нас в Владивосток полетят заслуженные артисты России Валерий Бунякин, наш министр Людмила Александровна Горлачева, еще другие лица, которые войдут в эту делегацию. После этого, это случится 17 января, все пройдет 18, они вылезут оттуда 17 января. Мы ждем на гастроли Благовещенский театр, Амурский театр из Благовещенска, а от нашего города в Анадарь на гастроли отправится театр «Кукол». Игорь, сейчас в театре готовится премьерный спектакль. Я знаю, что готовят его молодые артисты балета. Что это за спектакль, кто в нем принимает участие? Спектакль «Уолл-стрит» – это неординарная постановка. Наверное, первая постановка в нашем театре, в которой не прозвучит ни единого слова. Там все будет рассказано и показано языком тела, языком движения. Это хореографический спектакль о любви, в котором будет только музыка и танец. Его ставят Максим и Виктория Соколова, солисты балета нашего театра, молодые ребята, как вы правильно отметили. Молодые, творческие, талантливые, ну, как и все артисты, которые служат в нашем театре, которые служат в Мельпомене и Тарпсихоре. О том, что будет в этом спектакле, я не хочу раскрывать фабулу, не хочу раскрывать те музыкальные отрывки, музыку, которая прозвучит в этом спектакле. Вы все увидите, когда придете на спектакль 25 января. Но уже на этой неделе, в пятницу, субботу и воскресенье, перед показами на малой сцене, произойдет флешмоб по вечерам. Перед показом в пятницу в 19 часов и в субботу и воскресенье в 18 будет представлен публике, ну, такой в виде промо, такого промо-акции, один из фрагментов этого спектакля здесь, в фойе на первом этаже. Так что я приглашаю всех на это удивительное мероприятие, на это зрелище, чтобы понять, это такой своего рода замануха, которую вы можете узнать, увидеть, что же представляет себя весь спектакль. А кто в нем принимает участие? Артисты балета или еще кто-то? Не только артисты балета. В этом спектакле принимают участие молодые солисты, наши опереты и драмы. Ребята, которые вполне подготовлены к, ну, имеют какую-то хореографическую подготовку. Вообще артисты наши, не только в нашем театре, артисты, это универсальные специалисты. Артисты могут и даже в драме, могут и петь не так, как оперные или певцы, или певцы в оперете. Но они по-своему владеют голосом, владеют своим телом. Поэтому это будет очень интересная постановка не только для молодых зрителей, но и для представителей среднего и старшего поколения. Помимо этого спектакля, готовятся ли еще какие-то примеры? Может быть, ждете каких-то режиссеров в гости в театр? Да, сейчас мы планируем постановку «Королевы Чардаша», классическая оперета. Будут и другие до конца сезона новые постановки, но я пока о них предпочел бы умолчать. В свое время, когда будет уже принято решение о постановке того или иного спектакля, вы об этом узнаете. Ну и одно из главных событий для Магадана, для театра, это приезд Благовещенского театра на гастроли к нам. Что покажут гости, чего ждать нашему зрителю? Морский театр «Драма» из Благовещенска привезет нам четыре спектакля. Это «Ночь перед Рождеством», «Бамбуковый остров», «Пиковая дама» и «Любовь и голуби». Понятно, что «Пиковая дама» и «Ночь перед Рождеством» это классика отечественной литературы и драматургии. «Бамбуковый остров» — это сказка, поставленная по традиционным китайским народным сказочным произведениям. Благовещенск находится в непосредственной близи, на границе с Китаем. И для нас очень, ну не только для жителей этого города, но вообще для нашей страны важны добрососедские и теплые отношения, связи с нашим китайским соседом. И поэтому была выбрана эта постановка к работе. Она рассказывает о традиционных ценностях, а в ней присутствует народный юмор, какие-то философские размышления. Это очень красочный спектакль, в котором наряду вместе с людьми участвуют и сказочные персонажи, как дракон, животные, там, обезьяна, черепаха. Вот я еще не видел ни одного спектакля, но судя по фотографиям, которые есть на сайте Амурского театра, это должен быть очень интересный спектакль. Вообще, если говорить о Благовещенске, этот город удивительным образом перекликается, его судьба удивительным образом перекликается с судьбой нашего города, с Магаданом. В 1858 году построена церковь Благовещенская, в честь которой был назван город. А через два года, уже через два года, просто представьте, города еще не было, был поселок, несколько домов, там был организован театр. В 1860 году это один из старейших театров в нашем дальневосточном регионе. Но я бы хотел еще добавить, что Чехов, когда в 1890 году посещал Благовещенск, он отмечал, что это удивительный город, в котором легко дышится, все свободно говорят, громко говорят, никто не боится ничего и никого, никто не боится того, что их сошлют. Ну, казалось бы, куда дальше ссылать, точно так же, как и в нашем городе, в Магадане всегда была, даже несмотря на какие-то известные ограничения свободы в лагерные времена, но все равно народ чувствовал себя свободно и как-то вольно в плане высказывания своих мыслей и чувств. То есть вот таким же был и Благовещенск 150 лет, 120 лет назад. Это удивительный край, удивительный город, который был основан на берегу Амура, с другой стороны Китай, и точно так же, как Магадан является фронтиром, границей, рубежным таким, рубежным местом, также и Благовещенск. Кстати, граф Муравьев Амурский, который тогда приехал за два года до открытия театра в Благовещенске, он прославился тем, что во времена Крымской войны отразил атаку англичан на Камчатку. То есть это все взаимосвязано, вся наша история, и поэтому то, что привезут наши гости, вот «Пиковую даму» или «Ночь перед дождеством», они наверняка не случайны в репертуаре этого театра, потому что русская классика, она описывает все стороны нашего бытия, русской цивилизации. Вот об этом хочется поговорить с актерами, с нашими гостями, об этом хочется узнать, почувствовать тот дух, который они несут, и в тех спектаклях, которые они привезут нам. Спасибо большое за беседу, Игорь. А это была передача «Культурная среда», и сегодня мы беседовали с руководителем литературно-драматургической части театра Игорем Дедашевым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин